В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Валентина Чибичек. Мы вспомним основные события прошедших 7 дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Знаковое для Ненецкого округа решение принято на минувшей неделе депутатами окружного парламента по предложению администрации региона. Ненецкий округ впервые в своей истории выпустит государственные облигации. Эмиссия ценных бумаг с периодом обращения от 3 до 7 лет на максимальную сумму до 2 миллиардов рублей может начаться уже в этом году. Практика выпуска собственных ценных бумаг приобретает популярность в регионах. В конце прошлого года ценные бумаги на сумму от 1 до 20 миллиардов рублей выпустили Калининградская и Иркутская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Средняя доходность для инвесторов по ним составила 9,5%. Всего данным видом заимствования уже воспользовались более 30 субъектов России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Государственные облигации помогут сократить расходы на обслуживание государственного долга Ненецкого округа и позволят сохранить инвестиционную составляющую бюджета в части финансирования объектов капитального строительства, в том числе школ в селе Тельвиска и поселке Индиго, детского сада в селе Несь, детского сада и школы в городе Наринмаре по улице Авиаторов, отметила главный финансист региона Татьяна Лагвиненко. Стратегия управления госдолгом в перспективе предполагает замещение коммерческих кредитов государственными ценными бумагами. Изучение рынка показало, что расходы на обслуживание государственного долга по облигационным займам ниже, чем по кредитам банков в среднем более чем на 2%, и процентная ставка составляет до 10%. Напомню, сейчас Ненецкий округ кредитуется под 11% годовых, не исключен риск повышения процентных ставок в коммерческих банках. Следовательно, обслуживание государственных облигаций будет обходиться бюджету как минимум на 1,5-2% дешевле. После опубликования принятого закона с поправками к бюджету, Департамент финансов и экономики Ненецкого округа обратится в Минфин России за разрешением на выпуск облигаций. Одни выписывают штрафы, другие их отменяют. Осенью прошлого года на администрацию города отделом ГИБДД были выписаны два штрафа на общую сумму в 500 тысяч рублей. Камнем преткновения сторон стало отсутствие тротуаров вдоль улицы авиаторов и отсутствие освещения в районе вновь открытых дорог по улицам Швецова, Сущинского и Пионерской. Мэрия с постановлениями отдела госавтоинспекции не согласилась и обжаловала их сначала в городском суде, а затем и в суде Ненецкого округа. В результате постановления были отменены. Кто прав, а кто виноват в этой непростой ситуации, разбиралась Ирина Нежалова. В любое время года по улице авиаторов можно встретить пешеходов. И это неудивительно, ведь рядом находится детская поликлиника, еще дальше жилые дома и лесная зона. Только вот добраться до места назначения и обратно не так-то просто, особенно летом. Там, где заканчиваются тротуары, люди вынуждены идти по песку, а то и вовсе выходят на проезжую часть, тем самым каждый раз рискуя собственной безопасностью. Действительно негде идти, имеется такая проблема. С обоих сторон там отсутствуют тротуары, хотя у нас в государственном стандарте есть автомобильные дороги, улицы, элементы обустройства, которые требуют, чтобы должны быть там тротуары с обоих сторон у нас, согласно категоринности автомобильной дороги. По причине отсутствия тротуаров на данной улице госавтоинспекция составила административный протокол, в соответствии с которым на администрацию города наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Мэрия с этим постановлением не согласилась. Данный факт был обжалован администрацией города в судебном порядке. Городской суд оставил постановление госинспектора отдела госавтоинспекции без изменения в силе. Мы были вынуждены обратиться в дальнейшем в суд Ниньинского округа. И, соответственно, суд Ниньинского округа отменил указанное постановление должностного лица и прекратил производство по делу. Получается, администрация города не является субъектом административного правонарушения и не обоснованно была привлечена к административной ответственности. Суд Ниньинского автономного округа, отменяя ранее принятые постановления по делу, указал, что постановление администрации города Наринмара от 20 января 2015 года данная автомобильная дорога на праве оперативного управления передана в муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город». Данное учреждение создано органами местного самоуправления в целях реализации дорожной деятельности. Таким образом, на данном учреждении лежит обязанность по содержанию данной автомобильной дороги. А значит, и отвечать за данное нарушение должно муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город». К слову сказать, проблема с тротуарами, а точнее их отсутствие вдоль улицы авиаторов, возникла не сегодня. Еще в конце 2015 года на эту проблему обратила внимание прокуратура округа. Проведенной прокуратурой округа проверкой в деятельности администрации Наринмара выявлены нарушения требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В соответствии с федеральным законом об автомобильных дорогах и дорожной деятельности к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог относятся в том числе осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. При этом к элементам обустройства автомобильных дорог относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, пешеходные дорожки, тротуары, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности. В целях понуждения администрации муниципального образования к исполнению обязанностей по обустройству автомобильной дороги по улице авиаторов тротуарами с обоих сторон дороги прокуратурой округа Наринмарский городской суд было направлено административное исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. Было решение суда городского об обязании администрации обустроить данный участок тротуарами в соответствии с требованиями действующих технических регламентов в области обеспечения. До настоящего времени сроки уже все вышли по этому судебному решению, в администрации никакие меры приняты не были, в связи с чем была проведена дополнительная проверка. В этом основании еще легло обращение гражданина, было непосредственно, то есть по отсутствию тротуара непосредственно в этом месте и в соответствии с действующим законодательством была дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, юридического лица непосредственно. В рамках административного расследования органу ГИБДД не было представлено администрацией никаких документов, что какая-либо работа проводилась в этом направлении. В связи с этим принято было решение соответствующее. Но в администрации города заверяют, работа в этом направлении ведется. Еще в 2013 году была разработана и утверждена муниципальная программа развития транспортной системы, которая как раз и предусматривает обустройство тротуаров по улице авиаторов. По данному участку дороги у нас уже было административное дело по иску прокурора об обязании администрации обустроить с обеих сторон дороги по улице авиаторов тротуары. Данное решение находится в стадии исполнения в соответствии с программой развития транспортной системы. Как я уже пояснил, в плановом порядке решается этот вопрос. То есть в этом году будет разработана проектно-сметная документация, а в 2018-2019 годах соответственно осуществлена реконструкция по обустройству тротуаров с обеих сторон дороги. Значит тротуары должны появиться когда-нибудь. А пока водителям, проезжающим по улице авиаторов, придется запастись терпением и быть предельно осторожными, ведь в любой момент на дорогу могут выскочить пешеходы. Еще один штраф был выписан мэрией Наринмара тоже осенью прошлого года. На этот раз камнем преткновения стали участки дороги по улицам Швецово, Сущинского и Пионерской. Они были введены в эксплуатацию 31 августа 2016 года. В конце сентября состоялось официальное открытие дороги. Дорога была введена в эксплуатацию 31 августа 2016 года. Затем производилась процедура передачи дороги из казны в наше подведственное учреждение, которое в соответствии с уставными задачами обязаны содержать и ремонтировать автомобильные дороги местного значения в чистый город. Между чистым городом и Наринмарской электростанцией проходили переговоры по техническому присоединению именно наружных объектов уличного освещения. И, соответственно, когда договор был подписан в октябре 2016 года, то техническое присоединение к сети, наружной уличной сети освещения было произведено. Как сообщается на официальном сайте мэрии Наринмара, освещение было подключено 13 октября, а тремя днями ранее – 10 октября. В вечернее время госавтоинспектор зафиксировал право нарушения – отсутствие освещения на участках автодороги по улицам Швецово, Сущинского и Пионерской. Автомобильные дороги на данный момент уже были приняты в эксплуатацию, сданы в эксплуатацию. То есть, о чем свидетельствует акт ввода в эксплуатацию этих автомобильных дорог от 31.08.2016 года был подписан. И вот на момент проверки освещение имеется, освещение линии опоры, освещение линии освещения, но оно включено не было. Соответственно, автомобильные дороги были открыты для движения, всех транспортных средств для движения пешеходов, иных участников дорожного движения. Значит, какого-либо ограждения, либо каких-либо устройств, препятствующих для движения по данным участкам автомобильных дорог на момент проведения проверки не было. За отсутствие освещения на данных участках дорог госавтоинспекция привлекла мэрию к административной ответственности и выписала штраф в размере 200 тысяч рублей. Администрация Наринмара обратилась в городской суд, который признал постановление госинспектора законом, но сумму штрафа изменил на 150 тысяч рублей. Затем мэрия обратилась в окружной суд, который постановление ГИБДД отменил. Так все-таки на чьей стороне правда? Ирина Нежалова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». О борьбе с коррупцией, незаконным оборотом алкогольной продукции, состоянии преступности в среде несовершеннолетних. Об этом и многом другом доложил начальник ОМВД России по Неницкому округу Олег Яковлев. Он выступил с отчетом о деятельности окружной полиции в 2016 году на сессии собрания депутатов Неницкого округа. Одним из главных итогов работы управления стало сокращение по сравнению с прошлым годом количество преступлений, зарегистрированных на территории региона. Всего их было отмечено 763, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. При этом уровень преступности по тяжким и особо тяжким составам в округе ниже аналогичных показателей в Северо-Западном федеральном округе и в целом по стране на 21,9% соответственно. На 22% сократилось количество убийств, на 27% грабежей и на 10% краж. В итоге общее число погибших от преступных посягательств снизилось практически на 40%. А вот уровень подростковой преступности на протяжении последних лет остается одним из самых высоких по стране. По итогам 2016 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 70%. Основную долю составляют кражи, угоны и грабежи. 44% подростков проживают в неполных семьях. 27% воспитывались в учреждениях для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а затем проживали в общежитиях образовательных учреждений. В последние годы, на наш взгляд, складывается негативная практика части применения к несовершеннолетним, совершившим преступление, эффективный мер уголовного наказания. Так, судами в отношении одних и тех же лиц неоднократно применялись статья 25 примирения сторон, статья 27 освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, что при отсутствии дольного контроля со стороны родителей способствует формированию у подростков чувства вседозволенности и безнаказанности. Самым главным фактором Олег Яковлев назвал недостаточность межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики подростковой преступности. В то же время, по итогам года снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Впрочем, ситуация с подростковой преступностью на самотек не пущена. Так, для ее профилактики в регионе проводятся различные мероприятия. В частности, сотрудники полиции и социальные педагоги совершают регулярные рейды по неблагополучным семьям. Цель таких рейдов – выяснить, соблюдают ли родители свои прямые обязанности, в каких условиях проживают их дети и как проводят досуг. Вместе с полицейскими по семьям, находящимся в социально опасном положении или состоящих на учете по делам несовершеннолетних, отправился и наш корреспондент Ирина Нижалова. В рейд по неблагополучным семьям наша съемочная группа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и начальником отдела ОПДН отправилась пятничным вечером. В одном из домов конец рабочей недели уже отметили. На столе бутылка из-под пива и бокалы. На диване спит молодая женщина, а на полу – друг ее сожителя. Сам мужчина к моменту нашего приезда куда-то ушел. Накануне, изрядно выпив, он начал дебоширить, поэтому его мама позвонила в полицию. Поскольку в квартире находится несовершеннолетний ребенок, то на вызов приехали и представители отдела ОПДН. Показывать ребенка мы не будем по множеству причин. В соседней комнате находится бабушка с дедушкой, они-то и присматривают за внучкой. Кто знает, что могло бы произойти с ребенком, если бы их в этот момент не было рядом. Теперь родители девочки возьмут на особый контроль. На сегодняшний день в отделе по делам несовершеннолетних состоит 17 семей, в которых родители употребляют алкогольную продукцию. И также на территории муниципального района городской округ города Нарьенмар состоит 15 семей, находящихся в социально опасном положении. Сегодня в ходе рейда нами была выявлена одна семья, где родители находились в состоянии алкогольного опьянения. К данным родителям будет приняты меры административного воздействия. По дороге к следующему адресату мы посетили несколько мест, в которых чаще всего собираются подростки. Кто-то из них курит, кто-то пробует алкоголь. На этот раз нам таких встретить не довелось. Ребята попались хорошие. И тем не менее, на всякий случай, с ними провели профилактическую беседу. Еще одни ребята, которых мы увидели на своем пути – мальчишки, взрывающие петарды на крышах гаражей. Где взяли петарды, мальчики? Купили. Кто купил вам? Вот. Нет. Да, мы нам продали. А почему вы их на крыше взрываете? Я не знаю. А вы вообще в курсе, что можете упасть? Несовершеннолетним пиротехнические изделия запрещены. Хорошо. Вам нельзя, потому что… А почему нам продают? В каком магазине? Ну, там, в Лиле. В Лиле? В Литсите. В Литсите. Значит, мы вопросы будем задавать уже продавцам. Вам нельзя продавать и использовать пиротехнические изделия. Очень много было травм. Давай, поищи. Ну, сейчас поищу. Когда в руках взрываются пиротехнические изделия, петарды, вот которыми вы взрываете. Едем дальше. Еще к одной семье, состоящей на учете. К квартиру нашу съемочную группу не впустили. Но у комиссии по делам несовершеннолетних претензий к родителям не возникло. Взрослые и трезвые, дети накормленные. Возможно, отмечают участники рейда, семья встала на путь исправления. И в скором времени представители полиции и социальные педагоги забудут дорогу к их дому. А пока отправляемся к следующему адресату – многодетной маме, которая находится в сложном финансовом положении. Дома женщина не оказалась, но ее сосед заверил, что дети всегда при маме. Жалоб на семью у него нет. Нет. А когда бывает дома? Они... Сегодня более дома. С семьи детьми? Да. Сидеть четверо с ней, да? Да. А куда она ночевать приходит, кому, да? Ну, она... Так, там, на выходные она кому-то уезжает. Может быть, красная. Одни находятся в профиле, дети? Ну, нет. Подобные рейды проводятся не только по городу и поселку искателей, но и во всех населенных пунктах округа. Там именно в эти дни, как в городе, проводятся аналогичные рейды теми составами, которые там есть в деревнях. То есть участковые, да? А в администрации сельских поселений, учителя, родители. У нас рост по совершенным правонарушениям у несовершеннолетних в связи с употреблением алкогольной продукции, а также у родителей, которые употребляют алкогольную продукцию. В два раза у тех и у других в этом году, к сожалению. Такая вот неутешительная статистика. Всего за этот вечер участники рейда проверили пять семей. В целом, нареканий к ним не возникло, за исключением первой семьи, о которой мы рассказывали в начале сюжета. Как нам стало известно сегодня, родители маленькой девочки поставят на учет, как семью находящуюся в социально опасном положении. Кто знает, возможно, пример этих горе-родителей станет уроком для других. В конце концов, неужели бутылка алкогольного напитка может быть дороже благополучия и жизни собственного ребенка? Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Телеканал «Север» выиграл конкурс на 21-ю кнопку. Такое решение было принято на Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию в Москве. Для нашего региона это имеет огромное значение. 21-ю кнопку на пульте управления телевизором в самом ближайшем времени займет один обязательный общедоступный канал. Для жителей столицы, к примеру, на ней будет вещать Москва-24, для Ненецкого округа – телеканал «Север». В каждом субъекте России Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию выбрала по одному региональному каналу. Они стали обязательными общедоступными каналами 21-й кнопки, которые кабельные операторы обязаны размещать в своих сетях бесплатно. Стоит сразу отметить, что пока речь идет только об обязательном бесплатном присутствии в кабеле. До сих пор кабельные операторы были обязаны бесплатно размещать в своих сетях только федеральные каналы, которые вошли в первый и второй мультиплексы. Однако все изменилось благодаря инициативе, которую поддержал президент Владимир Путин. Она предполагает закрепление одного обязательного общедоступного телеканала на 21-й кнопке. Это сделано в интересах жителей, которые смогут получать информацию о событиях в области. Для этого внесли поправки в федеральные законы о СМИ и о связи, а федеральная конкурсная комиссия рассмотрела заявки от телеканалов на 21-ю кнопку. Чтобы попасть на желанную кнопку, телеканалу «Север» надо было соответствовать ряду обязательных требований, вещать не менее 75% национального контента и покрывать не менее 50% населения региона. Самое главное, что мы большие молодцы. Мы сделали вот этот шаг, он не сказать, что прямо гигантский, но это шаг к нашему разделенному мультиплексу. Когда региональный канал уже войдет в цифровое телевидение, мы много проделали для того, чтобы подойти хотя бы к этому шагу. Это круглосуточное вещание, что не каждый вообще может себе позволить на Северо-Западе. Мы одни из первых это сделали. Мы прошли всевозможные проверки. У нас нет никаких нарушений законодательства в вещании. Причем все удивляются, как такое вообще возможно. Практика показывает, что телевизионные каналы, как правило, там что-то где-то там накосячат. Мы же совершенно вот прямо на 100% соответствуем всем параметрам. Кроме соответствия всем требованиям, телеканал «Север» выдержал конкуренцию. На 21-ю кнопку в Ненецком округе претендовало несколько телекомпаний Архангельской области. Статус обязательных общедоступных телеканалов субъектов России планируется присвоить одновременно всем отобранным телеканалам не позднее апреля текущего года. Напомню, что пока речь идет только об обязательном присутствии в кабельном вещании. Сегодня в Ненецком округе вещает только один кабельный оператор – ТСКОМ. Предполагается, что в перспективе такие каналы регионов будут размещаться и в мультиплексе, который любой зритель может поймать на своем телевизоре через встроенный тюнер или цифровую приставку. Решение о том, на каких условиях победители конкурса войдут в пакет мультиплекса, будет принято после проведения конкурсов по всем федеральным округам. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте www.trk.sever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова